Следствие и суд в отношении бывшего главы района продолжается уже четвертый год. Главным свидетелем по делу Виноградова выступает визняковский предприниматель Аникин, который утверждает, что в течение шести лет он вынужден был через жену главы передать более шести миллионов рублей, ровно половину от прибыли своего торгового бизнеса. Виноградов же утверждает, что Аникин действительно передавал его супруге деньги. Но это были не взятки, а доля его жены в совместном с Аникином бизнесе. Да, я это сейчас подтверждаю, потому что они или совместный бизнес, и Аникина передавала часть прибыли к причитающейся Виноградовой ей от этого совместного бизнеса. В качестве доказательства представлены три телефонные записи, где Виноградов уговаривает Аникина работать с его женой по старым схемам. Но ничего криминального в этом нет, считает подсудимый. Эти три разговора чисто воспитательного характера, где указывает Аникину на то, что он не умеет работать, на то, что он плохо работает, на то, что он разваливает структуру, ну и так далее, ворует деньги. Я выступал арбитром в этих разговорах в споре между Аникиным и моей супругой, ну как бы заставляя его примириться с супругой, поскольку он прервал отношения. Кстати, саму супругу экс-главы, через которую якобы и передавались взятки, так и не допросили. Не в ходе следствия, не в ходе суда, на что указал адвокат подсудимого. Нельзя направлять дело в суд, не допросив основного фигуранта. Если вменяется Виноградову в получении денег посредством Виноградовой, которая является, по мнению обвинения, посредником, то она должна быть допрошена. Были и другие странности, из-за которых подсудимый со своим защитником считает, что дело заказное. Например, все черновики с бухгалтерскими расчетами, переданные следствию Аникиным, так и не были изучены экспертами. Ну, например, доказательством передачи денег Виноградовым для обвинения является буковка В, стоящая на платежном поручении. Ну и что буковка В? И что она означает? Нет, для обвинения это много значит. Значит, получали Виноградовы. Обвинение стояло на своем. Виноградов должен быть признан виновным и заслуживает максимального наказания. Десяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Схема получения взяток через посредника подтверждается всей совокупностью исследованных в судебном седании доказательств, которые анализировались мною. Перед оглашением приговора подсудимому было представлено право на последнее слово. Я горжусь, что за 30 лет работы в органах местного самоправления города Вязники Вязниковского района я не взял ни одной взятки. Я не напряг ни одного человека с точки зрения какого-либо вымогательства. Я дал себе слово не брать в самом начале карьеры и, собственно, сам для себя его сдержал. Я честен перед людьми и государством. Поэтому прошу, Ваша честь, суд вынести мне оправдательный приговор в связи с тем, что я взяток в своей жизни никогда никаких не брал. Оставалось лишь согласить приговор, но судья не стал торопить события. Вердикт будет озвучен в понедельник, 30 декабря. А пока Виноградов, находящийся под подпиской о невыезде, отправился домой. Сможет ли он сделать то же самое в понедельник – большой вопрос.